Вопросительное местоимение, сегодняшняя тема нашего урока, в русском языке вопросительное общего типа это стол задается с помощью повышения интонации вверх, а в турецком языке для аналогичного вопроса, кроме интонации, интонационных средств, также используется вопросительная частица м, которая имеет свой фонетический вариант, то есть м, ми, му, мю, и пишется отдельно от слова, то есть вместе со словом она не пишется. Выбор фонетического варианта любого аффикса определяет закон гармонии гласных, который мы проходили. Вы помните закон гармонии гласных? То есть в законе гармонии гласных следует закон гармонии гласных. Если при добавлении аффикса, то есть суффикса, к слову, всегда действует закон гармонии гласных, от которого зависит, какая гласная будет в принципе впоследствии добавления этого аффикса. То есть если а, и будет м, если е, и будет и, о, у будет у, и, и будет у, и, 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 и Соответственно, задаем вопрос, выбираем любое слово, которое вы хотите, к примеру, если мы возьмем слово, к примеру, чанта, последнее а, соответственно, будет твердый вопрос, мы задаем вопрос м, чанта, м, чанта, она тверда. Если мы возьмем другое какое-то слово, к примеру, дятвел, э, э, последнее, дятвел, окончание будет ми, вопросительное окончание, вопросительный его аффикс будет ми, дятвел, ми, потому что последнее гласное было е. Если мы возьмем О, 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 бюст, pardon, нет, если мы возьмем, şöyle бы, дюшюн, дим, м, чанта, я думаю, а, йоуурт, йоуурт, йогурт, У, йоуурт, му, бюстюс, потому что последняя была У. Если мы возьмем Э, к примеру, СОЗЛЮК-Ю, СОЗЛЮК-МЮ, то есть это есть гармония гласная. Соответственно, задаем вопрос СОЗЛЮК-МЮ, СЛОВАР-ЛИ, СОЗЛЮК это СЛОВАР, вы помните. Мы отвечаем ЭВЭТ, либо положительно, либо отрицательно. ЭВЭТ, СОЗЛЮК, ХАИР, СОЗЛЮК, ДЕЙЛЬ, ДЕЙЛЬ это утвердительное окончание. Утвердительное окончание ДЕРКЕНЬ, то есть к этому слову мы добавляем возражение, ДЕЙЛЬ, это как возражение. Если мы посмотрим на наши примеры, БУДУЛАТ МА, это ШКАФ, ЭВЭТ, ДУЛАТ, ДА, ШКАФ, БУМАСАМА, это СТОЛ, ХАИР, МАСАДЫЙ, КОЛТУК, нет, это не СТОЛ, это СКРЕСЛА, БУНЛАР КЮПЕКМИ, ЭТО СОБАКИ, ЭВЭТ, КЮПЕК, ДА, СОБАКИ. У нас здесь есть вопросы, которые вам нужно будет, на которые вам нужно будет ответить Аркадышлаф. Вам нужно будет их завершить, так же как и в примерах. А последнее гласное здесь И, какой вы сюда поставите вопрос? Давайте вы напишите это в комментариях. БУЮРЕНДЖИ, какое здесь будет вопросительное местоимение? БУЮРЕНДЖИ, ЭВЭТ, 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 ЭВЭТ. ЭВЭТ, 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 Э Истамбул колобалык, хайер, Истамбул колобалык дейд. Давайте переведем. Буэйренджи, это ученик? Да, это ученик. Нет, это не ученик. Бусынов, это класс? Да, это класс. Нет, это не класс. Это не тот класс. Истамбул колобалык? Стамбул многолюдный? Да, Истамбул многолюдный. Нет, Истамбул не многолюдный. Хотелось бы верить. Бунлар юзюк – это кольца? Да, это кольца. Нет, это не кольца. Нет, это не тот почтальон. Эфтемиз – дом чистый? Да, дом чистый. Нет, дом не чистый. В седьмом упражнении, в седьмом упражнении, сразу есть ответы, но нет вопросов. Соответственно, нам нужно будет написать сюда вопросы. Эвет, бусандалье. Да, это стул. Значит, нам нужно задать вопрос. Бусандалье ми. Эвет, бусандалье. Бусандалье ми. Это стул? Да, это стул. Хайр, кепек ди. Нет, не собака. Задаем вопрос. О, кепек ми. Это собака? Хайр, о, кепек ди. Нет, это не собака. Эвет, шу сезлюк. Да, это словарь. Нам нужно задать вопрос. Шу сезлюк ми. Это словарь? Нет, это не словарь. Хайр, о, кепек ди. Нет, это не очки. Хайр, о, кепек ди. Нет, это не очки. Мояр,ן друзья, дор traхvate буду. Прима назад, встреча вам и увидеть. Велиetterте горы, או principам. На мое, что это bullish? Продолжение следует...